...действие, ну вот, ненужную какую-то суету, которую может вносить руководительность ребенка. Это вот что касается открытия ребенка. Второй момент, про который мне бы хотелось сказать, касается того, что работая с детьми в Монте-Сори методе и наблюдая за детьми, можно действительно пройти самую настоящую психотерапию. Потому что ребенок, особенно маленький ребенок, он фактически не испорчен влиянием социума, какими-то наслоениями, комплексами, которые дает нам общество. И очень часто реакция ребенка, она правильная. Если, например, в семье, где есть маленькие дети, родители мне рассказывают о том, что ребенок капризничает, дерется с мамой, сопротивляется какому-то воздействию взрослых, то первый вопрос, который нужно задать, что это за воздействие? То есть, что вы хотите и зачем вы хотите сделать что-то по отношению к ребенку? Или хотите, чтобы ребенок что-то сделал? И очень часто ответ очень простой, что ребенок сопротивляется либо насилию какому-то со стороны взрослого, либо навязыванию каких-то представлений. И тогда очень многие представления взрослых, когда они начинают просто наблюдать за ребенком, они становятся, ну, взрослые начинают ставить под сомнение. Вот он запрещает, говорит ребенку, что вот так нельзя, а вот так можно. И когда ребенок начинает сопротивляться, то возникает вопрос, а откуда взялись эти запреты? Почему по луже нельзя ходить и исследовать ее, и брызгаться, и, может быть, создать ребенку на самом деле условия для того, чтобы он исследовал эту лужу, и купить непромокаемый комбинезон, резиновые сапоги, а может вместе с ребенком по этой луже пробежаться, и это будет полезно и для ребенка, и для взрослого часто. Поэтому вот когда говорят про тема наблюдения, для меня это, наверное, самый важный действительно момент в Монте-Сори педагогике, потому что именно Монте-Сори и открыла этот метод благодаря наблюдениям. И мы можем стать настоящими учителями или настоящими родителями, только наблюдая за ребенком, потому что наблюдая и уважая, что с ним происходит, только вот здесь есть возможность действительно проявиться тому потенциалу, который есть у ребенка, ну и нашему потенциалу, наверное, как педагогов и родителей. Вот что я вам сказала вам сказать. Спасибо, Татьяна, уважаемые участники. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, можно задавать вопросы. Татьяна, я знаю, что вы являетесь руководителем своего Монте-Сори-центра. Скажите, как организовано наблюдение у вас в центре, как оно у вас проводится педагогами? Поскольку я являюсь основным педагогом в группе 3.6, поэтому я всегда в курсе того, что происходит в моей группе. У нас есть, конечно, формальные блатки наблюдений, в которых мы фиксируем, например, когда, кому, какие презентации, в каком объеме и так далее. Но я считаю, что это не основные формы наблюдения, которые должны быть все-таки у педагога. Наблюдение мы проводим каждый день, и чаще всего оно не запланировано, а именно тогда, когда мы встречаемся с какими-то трудностями либо в поведении ребенка, либо в том, как он воспринимает педагога, или не видим какого-то интереса к материалу. И тогда очень полезно действительно отстраниться от, выйти из педагогической позиции и войти в позицию наблюдателя, и посмотреть, а что не так. Действительно, это может быть материал, стоит, если к нему нет интереса, стоит не в том месте, где он мог бы вызвать интерес, или его комплектность неполная, или просто у ребенка дома что-то происходит, ну и так далее. То есть у нас такое, скорее, включенное больше наблюдение. Спасибо огромное. Скажите, уважаемые участники, а вот вы в своих группах, сколько фокусов наблюдения вы наблюдаете, ну вы или ваши педагоги в ваших садах, в ваших центрах, и какие основные фокусы наблюдения, вот интересно у вас узнать. Это к участникам вопрос, пожалуйста, напишите. Фокусы наблюдения, то есть то, что вы или ваши педагоги, самое главное, наблюдаете в классе. Пожалуйста, печатайте. Написать? Так, кто-то пытается робко печатать. Вопрос вам понятен. Что наблюдает, какие моменты наблюдает педагог в классе? Пока все размышляют и думают. Фокусы наблюдения – это классика жанра, теория, которую знает каждый дипломированный на пессоре педагог. Мне хотелось посмотреть, что называют обычно первым. Первым, вторым, в последовательности. Но все пока в замешательстве. Вопрос. Татьяна, спасибо вам огромное. Ага, Мария пишет. Замечательное настроение. Когда ребенок пришел, как меняется настроение? С кем сотрудничать? Сколько по времени? Так, ага. Еще какие мнения будут? Давайте все-таки получим обратную связь. Интересно. Материалы. Итак, Мария, совершенно верно. Значит, ребенок у нас, да? Фокус внимания. У нас материалы или среда. Ага. Что еще? Время концентрации. При работе с материалом – супер. Еще какие фокусы внимания вы отслеживаете, уважаемые педагоги? Выборы ребенка. Ага. Это все среда, зоны. Угу. Здорово. Так. Отношения. Ага. Ребенок взрослый. Ага. Разделение. Еще кто-нибудь назовет? Еще фокус наблюдения очень важный. Ребенок назвали? Среда назвали? Какие фокусы наблюдения? Отсматриваемся сетеврой периодой. Это все к ребенку. Относится замечательно. Угу. Кто-нибудь напечатает? Ну, хорошо. Кто-то пишет еще. Угу. Настроение очень важно, Мария. Это замечательно. Самонаблюдение. Мария сказала совершенно замечательную вещь. Самонаблюдение. В каком я сейчас настроении, да? И наблюдение, контроль, как бы анализ своего. Динамику. Работа педагога. Замечательно. Итак, взрослый или педагог, ребенок, среда и четвертый фокус наблюдения. Кто-нибудь быстро напишет? Пока вы думаете, я хочу поблагодарить Татьяну. Татьяна, спасибо огромное за интересный рассказ. И мы плавно переходим к нашему следующему выступающему. Ага. И четвертый фокус наблюдения, пока у нас пишут участники, у нас к выступлению готовится Елена Прокопьева. Ага. Татьяна, спасибо огромное. У нас появилась Леночка. Угу. Проверяем звук. Ага. Уважаем. Ага. Спасибо. Так. Откажите что-нибудь, чтобы мы проверили ваш звук. Здравствуйте, дорогие участники. Слышно меня? Слышно? Дайте обратную связь. Ага. Слышно? Да, слышно. Так, мы готовим сейчас презентацию, которую подготовила Лена. Угу. Так, пока еще. Леночка, вы можете начинать, сейчас мы подготовим вам презентацию. Леночка, можно начинать? Все раз, дорогие участники, я рада вас приветствовать. Большое спасибо Татьяне за замечательный доклад. Я пока слушала, еще раз, еще больше вдохновилась. У меня появились новые идеи. Прямо сейчас. Конечно, вроде кажется, все это знаешь уже столько лет. И все равно, каждый раз слушаешь, что-то новое для себя узнаешь, открываешь. Я бы хотела еще рассказать о себе. Я сейчас работаю в Монсессоре-центре семисветик, который находится в Долгопрудном. И в этом году там открылся сентября класс 6-12, который находится чуть-чуть подальше под внутренним соседом, в поселке Некрасовский, в Санкт-Петербурге. И мы вот с 1-го сентября начали работать именно в классе 6-12 в Санкт-Петербурге. Я учусь в Миннеаполисе на учете 6-12. Да, я абсолютно согласна с Татьяной, что наблюдение – это очень важная вещь. И на всех уровнях в Монсессоре программ, как в Оверклассе 6 и также в 6-12. И в первую очередь мы всегда ориентируемся на то, что детям интересно, и что происходит с детьми в нашем классе. И думаем потом уже, почему это происходит. Однако наблюдение в 6-12 очень сильно отличается от наблюдения в 3-6, потому что здесь мы наблюдаем совсем другие вещи. Потому что дети отличаются, дети перешли на следующую стадию развития, они перешли на вторую стадию развития, которая более спокойная, у них делись новые характеристики, такие как рассуждающий разум. В принципе, мне кажется, это самое главное – рассуждающий разум и воображение, которые совсем по-другому появлялись и были совсем другими до этого, до 6 лет. Теперь вот именно здесь произошли большие изменения. Потому что мы знаем с вами, что до 6 лет это был впитывающий разум, и ребенок впитывал в своей среде. И теперь впитывающего разума уже больше нет, а здесь рассуждающий разум и на поиск причин. И исходя из этого, можно определить очень важный момент, который мы должны наблюдать в классе. Ирина, подскажите, а презентация включается там? Вот сейчас мы решаем, почему-то вот эта презентация, сейчас ее загружают. Но пока говорите, сейчас мы решаем, почему-то ваша презентация, это самое… Ну, царь, просто там какие-то вопросы обозначены. Ну, хорошо. Мы знаем, что у ребенка есть рассуждающий разум. Значит, когда мы наблюдаем за ребенком, мы должны в первую очередь смотреть, использует ли он сейчас свой рассуждающий разум. Если в классе 3.6, например, какое-то копирование или переписывание было, в принципе, достойной работы, потому что ребенок тренировал писать, ребенок, копируя, мог узнавать новую информацию, он не впитывал. То сейчас, в принципе, копирование уже такой работы не является. И работой является любой анализ и синтез, когда ребенок из разных источников кто-то выбирает, думает, издаёт что-то своё. Или просто переписывать текст именно для рассуждающего разума, это уже не является работой. Понятно, что дети приходят разные. У меня в классе есть некоторые дети, у меня практика письма, что они проработали на 2.6, 3.6. Да, возможно, для них это подходит. Но это, знаете, как очки. Наш тренер всё время приводит нам такой пример, и мне он очень нравится, я всё время думаю об этом в своём классе, когда я что-то делаю. То есть люди, которым нужны очки. И да, без очков они не справятся, им нужна вот такая поддержка. Но это не значит, что очки нужно надеть сразу всем детям, и всем ходить в очках, потому что для других людей не принесут только вред. Вот так же мы смотрим по поводу работы, которая не вовлекает в себя рассуждающий разум и воображение, которая является какой-то практикой копирования. То есть если есть такой ребёнок, который пришёл и пришёл и пришёл и при нём очень не с трудным письмом, тогда нужно ему дать эту работу по копированию, но тоже стараться, чтобы он что-то ещё своё в этом выбирал, не просто переписывал. И если же ребёнок уже пишет более-менее нормально, то здесь именно эта работа, кстати, по копированию и переписыванию – это не совсем работа. И можно с ребёнком открыто об этом разговаривать, о том, что вы наблюдаете, и какой он у вас сейчас сразу работает, и что он может заниматься другими делами. Например, если ему понравился рассказ, можно не переписывать это, а придумать свой рассказ. и порассуждать, и подумать, кто, что может. Мы с ребятами стали писать рассказы вместе, и понятно, что пока это происходит так медленно, и в основном ребята пишут что-то вместе, коллективный вопрос, каждый его предложение придумал, но получается очень весело, получается настоящая их работа. И когда я на такую работу наблюдаю, я всегда думаю, что сейчас работало воображение и рассуждающий разум – это две важнейшие конструкции. И я смотрю обязательно, вот задействованы ли, были они. Например, ребята буквально вчера у меня в классе, после того, как я им читала рассказ, почему буква первая, в Халисе, очень заинтересовались, и придумали свой рассказ, в этом смысле было буквально четыре предложения, назывался «Как буква В потеряла свои мячицы». Имелось в виду, что буква В – два круга, и что они куда-то укатились. И там был такой рассказ, что буква вошла по парку, мне укатились эти мячики, и она не заметила, как превратилась в английскую букву «Ай». Но потом ей кто-то об этом сказал, и она это узнала. Вот они сочинили такой рассказ абсолютно сами, в коллектив «Рудом» с «Китвером». И вот здесь как раз и видно, что работает и воображение, и рассуждающий разум. Дети подумали над тем рассказом, который был прочитан, и что-то свое на основе этого создали. Вот действительно можно понять, что это работа для детей в этом возрасте, и тут же воображение работало. Алло, алло, услышно? Тут пишут, что звук стал плохой. Мы очень жаль, что за звуком проблемы. Следующий важный момент, который нужно наблюдать, это получается ли у детей конструктивная работа совместная. Могут ли они совместно работать и что-то создавать. Конечно, когда вы работаете в новом классе, это все не так радужно и красиво, знаете, на курсе. Но уже потихоньку, когда наблюдаешь, видны все-таки, видно движения. А сейчас в линейке еще. По поводу термина был задан вопрос. Я считаю, что можно это называть рассуждающим разумом. За то, что по-английски называется reason in mind. И для меня просто было понятнее перевести вот таким образом. Это не какая-то фиксированная терминология, а просто терминологию, которую я для себя использую. Пока у нас, мне кажется, монтасорица общества, мы еще не согласились с терминологией в 2012. Вот, и следующий момент, о котором я начала говорить, это важно, насколько дети конструктивно работают вместе. И в новом классе это немножко сложно, то есть они начинают выполнять работу вместе, потому что это характеристика их возраста, как раз стремление работать в группе, с друзьями, сотрудничать, но сотрудничать пока они до конца не умеют. И вот здесь тоже очень важно педагогу наблюдать, как вообще проходит этот процесс сотрудничества и как у детей получается совместная работа, получается ли она, что они там делают. Потому что бывает, начинают они хорошо, что-то договариваются делать опыт, договариваются кто что делает, а потом напередину начинают, что нет, я хотел все-таки вот магниты привязывать, а ты давай будешь там иголки в пробку писать, а я уже хотел третье, и в итоге не получается работы. Здесь нужно внимательно наблюдать за тем, что происходит, потому что чтобы не вмешаться тогда, когда не нужно, и тогда, когда не способны сами договориться, и вмешаться все-таки до того, как они начали драться, или там друг друга оскорблять, и уже не могут сами решить проблему. Вот это очень некий момент, который, ну я могу честно признать, не всегда мне удается, но мы стараемся в истории с моей ассистенткой очень за этим следить, чтобы не прийти раньше, и с другой стороны, чтобы не пропустить, чтобы дети не могли по поводу деструкции. Потому что иногда бывает просто достаточно подойти, помочь им распределиться, кто что делает, или там решить какой-то вопрос, и сразу стану легче. Вот, кстати, демонстрация включилась. Я как раз сейчас говорю по второму функту. Также важно наблюдать, как проявляются человеческие тенденции, особенности второй стадии развития. Вот, собственно, эти вопросы я наблюдала, когда ездила в Lake Country, в моей учебе, наблюдать в школу детей. Это было наше задание наблюдать именно проявление у детей человеческой тенденции, появление именно характеристик второй стадии. То есть мы когда смотрим за тем, как они работают, мы смотрим, как проявляется, например, в 6-12 тенденция к порядку. Но тут вообще очень интересно, потому что порядок уже в голове, а не в среде, и там начинается в среде беспорядок, потому что нужно следить и не помогать им самоорганизовываться. С другой стороны, нужно смотреть, как проявляется тенденция к работе, к абстракции, потому что сейчас как раз такой возраст, в 6-12, когда они переходят на более абстрактный уровень. И смотреть, у кого ребенка, как эти процессы идут. Потому что, опять же, я повторюсь, в 6-ти очень видно, что дети очень разные. Честно говоря, я не представляю, как в один класс дети приходят в традиционный школе, в традиционной программе для всех, потому что они очень встречаются, уже очень на разном уровне приходят. И сразу видно, у кого уже есть какие-то сильные стороны, у кого есть от трудностей. Нужно помогать им с этими трудностями работать и помогать, в первую очередь, быть терпимыми другим людям и спокойно относиться к тому, что кто-то идет быстрее, кто-то медленнее, кто-то аккуратнее, видит, что кто-то питает быстрее. И за этими моментами тоже нужно наблюдать и смотреть, как они взаимодействуют в этом обзоре, как проявляются их тенденции, характеристики. Также важный момент, появляется в наблюдении именно в школе в 6-12, которого, может быть, не было в 3-6, такого момента. Это момент наблюдения баланса между тем, что мы даем детям по-русскому, языку по математике, и тем, что происходит в властной части, как в вещество восприятия. Потому что сейчас, когда мы говорим о школе в 6-12, все равно у нас есть государственный стандарт, который является одним из инструментов работы на территории педагога, поэтому никто не отменял. Слышно сейчас? Скажите, пожалуйста, опять я вижу, что звук стал хуже. Будем надеяться, что стало лучше. Я вижу, что кто-то отвечает, да? Замечательно, спасибо. Вот важный момент, мы наблюдаем в 6-12 баланс между русским языком, математикой и остальными сферами космического воспитания. Поскольку у нас есть образовательный стандарт, на который мы должны равняться и опираться очень легко, и могу даже по своему небольшому опыту сейчас скатиться в то, чтобы просто заниматься с детьми в этой школьной программе, чтобы они все успевали. Нужно обязательно помнить, что есть еще все остальное, есть наша биография, ботаника, есть эксперименты, поиски, исследования детей. И лучше внедрять этот язык и математику именно в качестве всего остального, по инструментам. Например, у меня в платье есть один мальчик, который в самом начале очень заинтересовался растениями в огороде, поскольку мы находимся в частном доме, у нас есть свободный выход на улицу детей. Для тех, кто проявил себя ответственным и идет с конкретной целью на улицу, он может проходить во двор самостоятельно. И ребята растения рассматривали, и потом они придумали измерять их длину, и в итоге это закончилось тем, что ребята стали заниматься сложением в столбик, потому что они вычисляли общую высоту всех растений. Поэтому на самом деле это очень сложно найти этот баланс и увидеть в детях, когда вот сейчас можно так легко и плавно предложить им какую-то идею, которая может еще форсировать их работу в русском языке и математике, чтобы их не затюхать просто вот тем, что они должны и тем, что им необходимо делать. Ну, все возможно, нужно браться, я уже стараюсь, это пока не всегда получается, но я думаю, что не сразу это получается. Но за этим тоже нужно наблюдать, извините, самому себе, как педагогу, что я для этого делаю. Я уже говорила об этом о совместной работе детей, но помимо того, что я предлагаю какие-то идеи, у них сейчас подникают свои идеи. Когда у них подникают свои идеи, здесь важно тоже пронаблюдать, что они делают, чтобы это не ушло, чтобы они вначале в какое-то просто безделье, лишь бы что сделать. Поэтому здесь нужно детям помочь четко простроить класс, понимать, что они делают. Когда они работают совместно, все-таки нужно стараться смотреть и наблюдать, что конкретно делают и зачем они это делают. Следуют ли они тому классу первоначальному, который они выбрали. Потому что бывает такое, что они там передумывают уже, что-то новое начнут придумывать, забудут, с чего начали, особенно вначале вот эти детские молодцы. И здесь нужно наблюдать, чтобы вовремя опять же помочь, а с другой стороны, чтобы не вмешиваться в их работу, когда они нужны. Если у них все получается, то просто можно наблюдать и радоваться. Но так не всегда бывает, и нужно видеть ситуации, в которых нужно вовремя прийти на помощь и сказать. И на самом деле очень простой совет, но наблюдать нужно каждый день по 5-10 минут как минимум. Здесь я имею в виду не то, что вы наблюдаете в течение вообще в классе, потому что вы наблюдаете постоянно. Но это именно сесть с вашими документами, куда вы все записываете. Дети у меня в классе в курсе, что когда у вас здесь, если они подходят, я говорю, я сейчас наблюдаю, извините, у меня сейчас вот эта работа. Они знают, что сейчас мне нужно это время понаблюдать. Они знают, что я там наблюдаю, записываю свои наблюдения, что у нас происходит в классе, что я могла это проанализировать и понять, как нам делать лучше и удобнее для всех. И, казалось, очень простой совет, на самом деле в новом классе, когда вы только начинаете все в 12, достаточно сложно найти эти 5-10 минут каждый день. Но их нужно находить, потому что даже по вот этому небольшому опыту я могу сказать, что видишь совсем другие вещи, которые невозможно заметить, когда просто по ходу работы и наблюдаешь. Поэтому, мне кажется, это необходимо, необходимое такое наблюдение. И по поводу работы, когда вы работаете в классе, простой такой совет, который нам давал тренер, и сейчас я вижу по своей работе, что действительно нужно на это обращать внимание, что когда вы работаете с детьми, обязательно нужно находиться в такой позиции, там, спиной к стене, чтобы вы видели весь класс. Потому что очень легко там увлекшись отвернуться, повернуться, и вы уже видите только ту группу детей, с которой вы работаете, вы видите всех остальных. И в эти моменты начинает что-нибудь происходить, что вам важно не пропустить. Поэтому я стараюсь сейчас за собой всегда следить, когда я даю детям новый урок, или при чем-то помогаю, чтобы находиться так, чтобы мне было хорошо виден весь класс. Это просто правило, но оно очень помогает в работе, когда вы в реальном классе обязательно работаете. Лена, это... Да, замечательно. Как раз вот Лена озвучила как раз четвертый фокус наблюдения, который мы с вами сегодня обсуждали, и все правильно назвали, что естественно наблюдаем ребенка, естественно наблюдаем среда, роспедагог, и группа, группа, вот этот вот обязательно четвертый фокус наблюдения, который мы не успели еще назвать, и очень хорошо сейчас рассказала об этом Лена. Лена, а расскажите, пожалуйста, вот когда вы были на наблюдении, вот в Миннеаполисе, вот в этой великолепной там школы монтесарийские, да, что вам понравилось, что вас, не знаю, удивило или поразило, какие у вас впечатления? На самом деле я про это писала целую статью, может быть, что-то писала на фейсбуке, меня там удивило все, и в первую очередь то, что действительно то, что рассказывают на курсе, работает именно так, как рассказывают, потому что иногда в это тяжело поверить, потому что действительно дети все работают, все заняты серьезной работой, в группах, никто там дерется, друг друга не убивает, все могут договориться спокойно, работать в группе, и заниматься именно проектами, интересными для себя, и придумывать там разные вещи, вплоть до того, что изучая треугольник, придумать там выступления, как сценку там с куклами про треугольники, как они называются, что они там куда-то шли, какие-нибудь стороны. Это дети все придумывают сами, и что мы их часто недооцениваем, и не можем вот этого увидеть в мире. Мы можем это делать до конца своей годы. Вот меня это поразило, что действительно мутира это видят, и насколько отлаженная система 3.6, 3.12, как все сотрудничают, работают, и что дети приходят спокойно, и все готовы спокойно работать. Потому что учителя, в принципе, функция вот больше действительно, как такого наставника, ректора, и нужно уже решать, стандартные вопросы во многом. Спасибо огромное. Мне там очень понравилось 3.6, там стало незаметно в уголке ноутбук, и как раз вот педагоги использовали компьютерную программу. Мы тогда вот задавали ему очень много вопросов, как вот именно в компьютерной. В элементах я не помню, у них элементами тоже у них компьютерная программа наблюдения, да? Нет, там я написала, там была обычная. Кстати, в разных классах это все по выбору педагога, может быть абсолютно как бы разные подходы. В одной школе в разных классах могут быть разные подходы. Конечно. Спасибо, группа. Да. Спасибо большое. Если вы можете задать их Елене Прокофьевой, студентке Аминиститута в Миннеаполите, и если у вас вопросы задавайте, потому что мы потихонечку будем двигаться дальше, и у нас следующий наш выступающий готовится к эфиру. Сейчас мы предоставим ему слово. Так, у нас готовится к эфиру. Спасибо, да? Ага, да, мы бежим слова благодарности. Спасибо, Леночка. И пока у нас готовится к эфиру сейчас Валентина Михайлова. Ага, мы отличаем Елену сейчас от камеры и микрофона. Спасибо, Лена. Я думаю, что наши встречи будут. И у нас готовится к эфиру сейчас следующий наш выступающий Валентина Михайлова. Так. Пока мы подключаем к ней микрофоны, я хочу еще раз напомнить, что у нас сейчас создана и группа, и мы создаем сообщество единомышленников, которым интересна тема «Международный детский сад». Это образовательный проект, который проводится совместно с некоммерческой международной организацией Айсик. Это организация, которая работает, сотрудничает в 135 странах мира. И если кому-то интересно сотрудничество, либо приглашение студентов, представителей разных стран на месяц-полтора для работы в ваших Монте-Сори группах, либо если вам интересно приглашение вообще Монте-Сори, педагога для работы в ваших группах из других стран на стажировку, на работу, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы создали группу «Международный детский сад». В фейсбуке стучитесь туда, это закрытая группа. И у нас на сайте Монте-Сори тоже мы сделали такой информационный баннер «Международный детский сад». И туда просто нужно оставить свой e-mail, потому что мы готовим встречу для людей, которым это все интересно, для педагогов, для руководителей. И надеемся, что 20-го числа как раз мы пройдем в такую встречу и поговорим о том, как этот проект уже осуществляется и какие перспективы его дальнейшего развития. Мы рады встрече с нашим следующим участником. Валентина, нас слышно? Скажите что-нибудь. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Да, да. Скажите, насколько хорошо слышно Валентина Михайловой, дектора Санкт-Петербургской школы у Валентины Михайловой. Дайте обратную связь, насколько хорошо слышно. От 1 до 10, насколько хорошо слышно Валентину? Слышно хорошо. Виктория Ненурфанит. Слышно. Замечательно. Слышно хорошо. Итак, Валентина сегодня расскажет нам о системе мониторинга развития детей от 3 до 6 лет. Пока мы готовим видеопрезентацию, я все-таки еще, извиняюсь, минуточку. Вернуть. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Пока мы готовим презентацию, Валентина, расскажите, пожалуйста, пройдет конференция в конце октября? Да, действительно, 31 октября и 1 ноября, это два дня. Вот здесь на слайде маленькая ошибка. Не 30-го, а 31 октября. 31 октября. Да, в Санкт-Петербурге, в Российском государственном педуниверситете имени Герцена мы совместно устраиваем конференцию научно-практического характера, которая в основном, конечно, будет посвящена вопросу внедрения нашей программы. Санкт-Петербурге, мы сейчас еще об этом немножко скажем в рамках своей презентации. Всех приглашаем, поэтому будем рады встрече очно. Если вы захотите к нам приехать, пожалуйста, дайте тоже мне знать здесь в чате, и я тогда подумаю, через Елену мы оставим свои координаты, куда должна обращаться. Очень тихо пишут. Да, Валентин, давайте еще кто-то все-таки и я слышу вас достаточно тихо, еще можно чуть-чуть погромче или поближе к микрофону. Итак, система мониторинга для детей от 3 до 6 лет. Дорогие друзья, я микрофон держу прямо вот близко-близко к себе и поэтому не знаю даже чем еще чем еще помочь. Вот, Наталья, что хорошо. Хорошо. Я благодарю предыдущих наших докладчиков и хочу сказать о том, что моя презентация может быть сейчас будет носить такой более официозный характер. Дело в том, что она была подготовлена в рамках конференции в Екатеринбурге, вернее, был сбор лидеров в Монте-Сори движения и я сделала доклад. Поэтому я воспользуюсь этой презентацией. Надеюсь, что она вам тоже создаст некую структуру видения о системе мониторинга. Я буду ее листать. Значит, ну я сейчас все-таки обращусь к нашим государственным документам. Для нас большая радость была увидеть новый федеральный стандарт российского образования, который впервые за много лет провозгласил гуманистический подход в отношении взрослых и детей. И я надеюсь, что это станутся не просто слова, останутся, но и все педагогическое дошкольное сообщество развернется лицом к ребенку. Говорится там о самоценности детства, о личностно развивающем характере взаимодействия взрослых и детей и, конечно, уважение личности каждого ребенка. Вот Ольга пишет, что вообще ничего не слышно. Я не знаю, что делать, Лена, помогайте. Я слышу хорошо, Валентин, я слышу отлично. Значит, слышно, вот слышно. Я слышу, у меня десятка вот стала. Прям вот у меня отлично слышно. Дайте обратную связь, уважаемые участники, от одного до десяти. Насколько вам хорошо слышно? Десятка. Это, видимо, у кого-то вот просто частный случай. Продолжаем. Спасибо. Хорошо. Будем надеяться, что слайды и слайды, и текст на слайдах тоже немножко вам будет гать в этом. Я, собственно, буду на них опираться. И федеральный стандарт, к нашей же радости, он предусматривает как раз введение такого педагогического, который прежде всего нацелен на индивидуализацию образования, поддержка такой индивидуальной образовательной траектории, о чем, собственно, мы много говорим, то, что не было принято в традиционной системе. Ну и, соответственно, призвано оценивать эффективность педагогических действий. Ну, давайте, вот я уже говорила, да, что это напрямую соответствует основе нашего метода, потому что основа метода это наблюдение жизни детей, да, мы стремимся увидеть изменения в их развитии, определить потребности детей, интересы, умения и внести соответствующие изменения в среду группы. Пару слов тоже вообще является собой психолого-педагогический мониторинг в наумке, да, педагогических, как его определяют. Определяют его как систему организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности системы в целом и, собственно, о том, что происходит с каждым конкретным ребенком, как и в развитии. В детском саду Монте-Соре ответственным лицом за проведение мониторинга, конечно же, является непосредственным Монте-Соре педагогом, для которого это основа профессиональной деятельности и часть его непосредственных профессиональных обязанностей. Позиция педагога как участника группы требует от него включенного наблюдения. Вот мои коллеги говорили о том, что как ценно и важно хотя бы 5-10 минут иметь и возможности такого отстраненного наблюдения. Безусловно, что мы не теряем педагогической позиции, даже когда мы можем сказать нашим взрослым деткам, что вот сейчас у меня такая работа, я наблюдаю, о чем говорила Лена. Но большую часть времени мы проводим в так называемом включенном наблюдении. то есть когда мы во время свободной работы с материалом, игры и в помещении на свежем воздухе, и в процессе творческой деятельности, и поведения детей в бытовых ситуациях, мы и участвуем одновременно в этих процессах, и ведем свои наблюдения. Ну вот Лена уже задавала всем участникам этот вопрос, что же наблюдает Монтессорий педагог. Ну я позволила себе здесь выделить пять таких основных пунктов. Безусловно, и то, о чем вы говорили, о процессе самонаблюдения, для меня это очень такую фундаментальную роль играет. Но мы сейчас будем говорить больше о таком направленном наблюдении вовне. Что же мы наблюдаем? Мы наблюдаем качество работы детей с материалами, это концентрацию и поляризацию внимания их в работе с материалом, предпочтение детей при самостоятельном выборе материала, как он выбирает сам, или для этого необходима ваша помощь. Это длительность работы, это готовность детей завершить значатое дело до конца, стремление упражняться индивидуально в паре или в малой группе. Лена говорила о том, что школьники, у нас школа полная. Конечно же, мы наблюдаем, что еще со времени старших дошкольников, примерно с 5-5,5 лет, как они меняют свою стратегию поведения. Если до этого работа индивидуально было более предпочтительно, то в районе 5 лет, 5,5 лет для них коллектив, их сверстников становится очень важным. Кроме этого, что наблюдаем еще? Взаимоотношения детей в группе, контакты, готовность к сотрудничеству ребенка со взрослым, эмоциональный настрой детей, общую атмосферу и готовность детей соблюдать уклад жизни в группе. Это наши правила, которые и я тоже каждый день хожу в детскую группу, я работаю в группе 3-6, каждое утро я сопровождаю 20 ребятишек в своей группе даже чуть больше и вот мне я всегда подмечаю такие моменты, как, например, одна девочка 4,5 лет говорит новому мальчику 3-летнему, что у нас принято так что-то делать или она его чему-то учит именно касаемо самого уклада, как принято у нас в группе жить, какие правила у нас существуют и как мы их соблюдаем. Когда мы говорим о том, что это система мониторинга, то мы предполагаем, что там есть некое наличие нескольких компонентов. Вот мы, когда писали свою программу, сейчас детский сад по системе Монте-Сори, авторами ее являются Лен Санна Хилтонин, Оксана Феликсовна Борисова и я по просьбе Межрегиональной Монте-Сори Ассоциации и Ассоциации Монте-Сори Педагогов эта работа была проделана, мы выделили три таких основных компонента. Это дневник педагогического наблюдения, такой документ, который, наверное, трудно было бы нам делать какие-то выводы, анализировать свои наблюдения, поэтому ежедневные такие дневники в разных видах ведут педагоги и здесь я считаю, что и важно сохранять возможность каждому педагогу найти свой стиль, свою форму и это раз. Второе, это портфолио детских работ. Я вот здесь настойчиво говорю и своим коллегам в школе, что часто говорят, ну, детки так хотят унести свою работу домой, да, каждый день. И я тоже это наблюдаю, но все же, когда мы можем собрать воедино работы за длительный период, за полгода, за год, мы можем сделать удивительные открытия тех, которые могут нам не удастся сделать, если мы будем отдавать работы ежедневно детям. Безусловно, здесь нужно действовать по ситуации, да, и если сейчас важно отдать работу, то, конечно, она будет отдана. Но если можно ее сохранить, то у нас есть традиция в моей группе, что все работы складываются в специальный такой портфель. И третье это индивидуальная карта достижения ребенка и карта достижения выпускника, которую заполняет дедогов. Я об этом еще пару слов скажу. Итак, что такое дневник включенного наблюдения? Здесь, собственно, и предыдущие докладчики говорили, что мы не только наблюдаем, но мы еще фиксируем, мы записываем, потому что нам кажется, что мы все свои впечатления, которые сегодня случились, да, мы унесем, и они будут с нами всегда. Да, но на самом деле в наших наблюдениях очень много моментов, которые если ты не зафиксируешь хотя бы краткими словами, небольшими фразами, то они очень быстро улетучиваются, и проследить некоторую динамику о ребенке сложно, если еще раз не вести наблюдение. Поэтому введение дневников это процесс, требующий не только постоянной точки фиксации происходящего с ребенком, но и педагогической герминевтики, то есть интерпретации поведения детей. Вот затрагивала Таня о том, что важно, так скажем, подготовить свою душу и тело, и душа это тишина, и как раз отсутствие каких-то ожиданий от ребенка, отсутствие наших представлений о том, как он должен действовать. Это совершенно верно, но когда мы соблюдаем и фиксируем фактическую сторону о том, что происходило с ребенком, что он делал, или что он говорил, что слышали наши уши, что видели наши глаза по факту, то все равно после этого мы пытаемся проанализировать это, для того, чтобы сделать следующий шаг, изменить что-то в среде, как она приводила в примеры, переставить материалы на другую полку или на другое место, или может быть какой-то материал вообще не обходил брать, потому что он не пользуется, не используется детьми. То есть анализ вот этих фактического отражения, он необходим. Я здесь хочу вам привести пример. Я вот единственное, что здесь мелко, на моем экране, а у вас тоже на экранах мелкое изображение. Скажите, пожалуйста. Мелко, да? Очень жаль, потому что это подлинные дневники Юлии Ивановны Фауси, наш первый педагог с вами, мотессори-педагог в России. Годы ее работы вот написано у меня, это 13-38 умерла она в блокаду в 42-м году. И можно разглядеть, что в конце приведен график работы с детьми. А до этого написаны фразы, которые говорят нам у себя открою, чтобы читать. Точнее, что же она пишет? Она пишет о ребенке. Темп работы средний, время короткое, упражнения разные, но не более трех в одно утро, спонтанная деятельность, отвлекаемых, к работе после отвлечения возвращается не всегда, концентрат слабая. Вот так, например, такие слова приводит Юлия Ивановна Фаусик об одном из детей. Ну вот здесь следует еще один следующий, извините, масло масляное, есть еще один слайд, может быть, вы разберете, потому что мы просто по сути его переписали. То есть Юлия Фаусик о ребенке семи лет и дает ему небольшую характеристику его состояния физического, психического, в чем он нуждается. Она подсчитывает материалы, которые берет ребенок в грамоте, в счете, штриховке, сенсорный материал, и она дает характеристику работы, какая работа у этого ребенка. Здесь также мы перевели пример из работы Юлия Фаусик, современный вид, как она подсчитывает количество обращений в тех или иных областях по группе. А теперь я перейду к своим наблюдениям. И в конце то, с чего я начала, это приведение одного графика одного дня работы, например, лирической талии. так вела свои графики. И это очень похоже на то, как нарисован график в доме ребенка. Это первая книга. Мой Мария Монтессори, метод научной педагогики. Вот такие же графики рисовала рисовала Мария Монтессори. Вот такие же графики. Алло, да? Лена, ты что-то сказала? Хорошо. Здесь я привожу вам такую фотографию своих бланков, как я веду записи. У меня я вам уже сказала, в группе 22 ребенка, в прошлом году это было 18 ребятишек, соответственно, у меня каждый день на моей полочке для педагога лежит так бланк, они здесь цветные, меня часто спрашивают, а цвет имеет значение? Ну, нет, я просто выбираю какой-то цвет на неделю, и, соответственно, у меня неделя зеленые бланки, или неделя желтые бланки, но я сразу как бы разграфляю в соответствии с количеством детей, называю их по именам. Вот сейчас я покажу другую страничку вам, чтобы вам было видно. Да, вот сейчас буквально секунду придет открыть дверь. Секундочку, извините, пожалуйста. Тина делала это сообщение на директории в начале лета, и это сообщение имело просто необыкновенный просто фурор, там не все вот здесь присутствующие в эфире там были, вот, и она, Валентина, я рассказываю, как это было на директории, когда она вот эти вот работы одной девушки, которая там со шлиховками собирала старательно и показала динамику развития, вот этот результат. Лена, Лена, не трогайся, я вам тоже покажу, пусть в фотографиях. Значит, ну, дорогие коллеги, продолжаю, да, вот сейчас вы видите бланк, это детки мои группы, соответственно, вот их здесь 19 человек, да, или 18 имен, и у каждого это в Excel такой бланк, да, вот карандашик, может быть, вы видите, я сейчас карандашиком показываю, да, и я в Excel или вношу дату, то есть четверг, 29 мая, соответственно, у меня у каждого ребеночка здесь вот в уголочке появляет тоже дата, да, поэтому легко потом из общего вида, когда я вижу всю группу в целом, да, выделить такой личный дневничок, да, то есть я просто разрезаю эти листочки, и я вот могу посмотреть по одному ребенку в месячную динамику, в двухмесячную, в трехмесячную, вот это примерно выглядит вот так, ну, например, Саша Меньшикова, да, вот она, тот ее приоритет, который она выбирала, она всегда начинала со штриховок, и какую работу она проделала, я вам как раз покажу, у меня есть фото. Значит, что я после того, как я собрала фактический материал, какими материалами ребята работали, я там отражаю, я отражаю в этих записях какие-то особенности, да, то есть, ну, если это новый ребенок, если у него адаптационный период, то я всегда фиксирую, как он зашел в группу, да, сам, или у него были слезы, или что-то, ну, что-то как-то его беспокоило, я могу там фиксировать, такими значками своими, которые, в общем-то, мне понятно, да, где-то восклицательный знак, где-то улыбку, где-то там, три восклицательных знака, когда работа была очень долгая, очень тщательная, или когда делал сан-сай, это было впервые, или он не только там нарезал себе банк, да, но он впервые перемыл всю посуду после своей, после того, как он это совершил, то есть какие-то нюансы, то, как было, как было произведено действие, я тоже здесь помечаю. Сейчас я прочитаю ваши вопросы, чтобы мне понять, а то я сейчас сказано, Валя, есть ли планирование по итогам наблюдения, как оно выглядит, все, хорошо, я сейчас договорю, хорошо, и вы, соответственно, еще отвечу на ваши, на ваши вопросы. Смотрите, что после этого? После этого у меня в Excel сделана такая версия электронная, где у меня есть, я, к сожалению, вам не могу сейчас ее развернуть полностью, да, и просто, ну, такой скриншот, да, от первой страницы, где мы можем увидеть, ну, здесь, соответственно, имя ребенка, все материалы, которые присутствуют в классе, да, их больше сотни, это основные материалы и дополнительные, которые вдруг я вношу, да, в зависимости от группы, если это группа, где есть дети старшие, то у меня вносят эксперименты в эту группу, и если это много малышей, да, я могу внести там какие-то еще дополнительные упражнения, то есть весь список материалов, которые и меняются, которые, безусловно, постоянно, да, наш такой классический набор материалов, он весь у меня есть. и дальше я заполняю в каждом месяце обращение к материалу. Я не призываю всех манцуре-педагогов вести такую большую аналитическую работу, именно примедительную к работе с материалом, да, и выбору, какие материалы. Просто для меня это такая, ну, было положено начало моей научной работы, да, исследовательской, собственно, я пытаюсь ответить на вопрос, не то, что пытаюсь, но еще раз утвердиться и, как бы сказать, некую тему доказательств собрать, да, и своим коллегам доказать это, как материалы в Монте-Сори востребованы, как они нужны детям, так, как они выбирают их, как они многократно обращаются к ним, потому что сколько бы мы ни говорили, ни читали трудов самой Монте-Сори, нам очень важно самим провести свое исследование, да, сделать свои выводы, и тогда уже наши слова, они будут, ну, как сказать, подтверждены, что ли, нашим опытом, и та вера, которая в нас будет, она будет не пуста, она будет подтверждена нашим опытом. Ну, Excel такая программа, которая позволяет нам еще делать некие выкладки, да, то есть, ну, здесь, например, мы можем посмотреть динамику обращения детей к материалам по видам образовательной деятельности, да, это и жизненная практика, и сенсорный материал, и развитие речи, то есть, все наши, ну, скажем, зоны или уголки класса, они здесь находят свое отражение, что мы можем посмотреть, мы можем посмотреть, составить график динамики, да, там, мы можем посмотреть динамику обращения к материалам ребенка, там, как индивидуально, да, и сравнить, что происходит с ребенком четвертого года жизни и шестого года жизни, я сейчас подробно не буду останавливаться, у нас не так много времени, мы с вами не будем анализировать, вот, поэтому, ну, вот такие современные компьютерные версии нам, конечно, могут, могут в этом помогать. Второй аспект, который я отмечала как систему мониторинга, это честный анализ портфолио детских работ. Портфолио, ну, для нас в дошкольном возрасте, это, по сути, просто коллекция детских работ, она собирается в индивидуальные папки и анализируется педагогом в соответствии с поставленной задачей, в зависимости от того, что вы хотите посмотреть, если вы хотите посмотреть, насколько окрепла рука, насколько там штрихи или движения руки менялись, нажим, так скажем, видение границ, координация зрения, руки и зрения, это, конечно же, нам работы могут помогать увидеть. Ну, здесь я как вариант привожу примеры двух девочек, которые абсолютно одинакового возраста, которые занимались штриховками, и та, и другая, они много уделяли этому времени. И, как видно, сейчас я покажу первые четыре работы в этом, квадраты с сушением. Я сейчас покажу вам все квадраты, которые этот ребенок сделал за порядка трех месяцев. Она каждый день к этой работе обращалась. И, как ее подружка, сидя рядом, делала свою работу, пытаясь обводить рамки, обводя рамки, и пытаясь их штриховать. И как и у той, и у другой в конце они вышли на письмо букв, изображение. И в этом смысле, наверное, мы тоже можем из этого определенные выводы сделать. Но какие разные это работают. Например, вот этот первый диапазон квадратов, я вам покажу, как происходило изменение. То есть, ребенок просто начал, я показала ему обводку квадрата, рамки, нашей металлической рамки, и дальше пошло такое спонтанное творчество. Вот он, пожалуйста, внутренний учитель, в таком проявлении его. И как девочка находит свой вариант дальнейшего развития, как меняется ее рука, как меняется ее качество повода. То есть, это примерно с конца января, ну, начало февраля и до мая месяца. Вот, соответственно, вы видите эту динамику. То есть, вот от начала и... Ой, какую-то линию я нарисовала. Простите. Вот. И до конца. Спасибо. Татьяна пишет классно. Вот другая девочка или мальчик здесь, ну, это... Нет, это две девочки. Как вышивка букв была осуществлена, да, и какая здесь динамика, мы видим, с чего начиналось вышивание, да, и чем закончилось. Насколько филигранная работа, это ребенку три с половиной года. Соответственно, так, сейчас. Давайте я вот сейчас презентацию дочитаю, потом бегло отвечу на вопрос. Продумываю пять минут. Индивидуальная карта достижений в примерной программе, которую мы написали, которая сейчас находится на сайте Федерального Института развития образования, вы можете все это пожалуйста видеть, этот текст, эти карты, вы можете эти карты адаптировать, не согласившись с какими-то пунктами, это нормально, ну и соответственно у каждого из нас все-таки среда немножко окрашена как-то по-своему, поэтому в этой индивидуальной карте у вас появятся возможно какие-то новые пункты или от каких-то вы откажетесь. Ну вот она заполняется два раза в год, по крайней мере в нашей школе эта традиция и я думаю что она такая международная традиция, два раза в год мы встречаемся с родителями и к этим индивидуальным встречам мы не только показываем и портфолио детских работ и говорим о своих наблюдениях, но еще и предоставляем вот эту карту достижения ребенка. Посмотрите в программе если захотите вот что отражает эта карта здесь указана это коммуникационеративно личностное развитие не буду перечитывать вы видите сейчас на экране двигательное развитие познавательное речевое и художественно эстетическое это то что мы собственно отразили в карте ну и так как у нас полная школа мы ребятишки в основном дошкольных групп приходят к нам в школу и сейчас уже в школу приходят дети из других мантесори центров мы просим заполнить некую такую карту достижения выпускника дошкольной группы и здесь мы тоже обращаем внимание первым нашим разделом таким это нормализация социализация эмоциональная устойчивость вы посмотрите в программе и можете подробно это все изучить два слайда буквально осталось я уже сказала что все эти материалы используются при проведении индивидуальных собеседований с родителями в середине и в конце года и конечно же это важные документы которые с помощью которых важный диалог с родителями дается возможность больше узнать о потребностях детей о сильных сторонах их деятельности охранить перезагрузим отношения с другими такой обмен информацией способствует углублению подлинного партнерства педагогов и родителей это тоже важный пункт нашей программы мы на нем настаиваем что в Монте-Сори детский сад или детский сад работающий по системе Монте-Сори он возможен если будет такое тесное хорошее сотрудничество партнерства педагогов и родителей ну и последнее вот желаю успехов наблюдения жизни детей вот такая презентация давайте теперь вопросы да значит вопросы такие есть ли планирование по итогам наблюдения и как оно выглядит ну планирование есть но оно я бы сказала гибкое да то есть когда я анализирую выбор ребенка да того или иного материала то я соответственно думаю какой следующий шаг то есть какую презентацию я могу ему предложить особенно это касается старших ребятишек да как остается год до школы соответственно мне бы хотелось чтобы среда дошкольного класса которая полна многих возможностей ими была освоена поэтому я продумываю но сколько бы я не запланировала безусловно дальше это ну такая гибкая ситуация то есть это для меня можно сказать в помощь да это планирование чтобы может быть ну не упустить не забыть о должном внимании да каждому ребенку а уже как это на практике это ну это как сказать ну больше чем да вот план и факт его ее реализации так значит вы записываете только материалы но я уже об этом сказала да особенности безусловно записываю чтобы не упустить и когда я готовлюсь потом к разговору с родителями я просматриваю эти записи да свои живые вот эти рукописные которые я веду в процессе еще раз коллеги у меня просто еще такая специфика что я к сожалению много не могу уделять внимание там долгие там вести дневники и записи только если там с меня попросят какую-нибудь статью написать то я конечно ну опишу там разные случаи а так так как я директор большой школы соответственно приходится много ну много другой работы делать поэтому я это делаю все в процессе работы и мой ассистент она также подходит и фиксирует то что она наблюдает наш бланк так это тоже последов Ольга пишет за какой период а ну видимо это реакция на рисунки вот я уже говорила да то есть это порядка трех месяцев Татьяна пишет в гос не очень понимаю ну что именно в гос это а что такое наверное в гос это федеральный государственный образовательный стандарт не знаю вопрос это или нет вот соответственно еще раз скажу вам коллеги что в соответствии с новым федеральным государственным стандартом сейчас каждое образовательное учреждение пишет свою программу да то есть свою образовательную программу но опираться вы можете на ряд программ которые я надеюсь будут приняты как такой вариативный спектр да и вот одна из этих программ это детский Это не значит, что вы должны там соблюдать каждый пункт той программы, которую мы написали, но это для вас может послужить такой основой и опорой документальной. Кто заполняет карту достижения выпускника? Безусловно, педагоги, которые работают с ребенком. В нашей ситуации это команда педагогическая, это Монссори педагог с ассистентом и музыкант задействован, тот, кто ведет физкультурные занятия или английский язык. То есть это команда педагогическая. Рамочное планирование, я называю его гибким планированием. Ежедневно или на неделю? Нет, но это на такой большой период, то есть это скорее всего на неделю-две. То есть я так предполагаю, да, что чему посвятить, какие презентации предложить ребенку, если опять-таки будет его тоже воля, его заинтересованность. Татьяна, направления развития, указанные в карте. Ну вот еще раз, вы зайдите на сайт Федерального института развития и образования, ФИРО, 4 буквы, сейчас напишу вам здесь. Вот, и посмотрите, там есть ссылки на вот эти примерные программы. Ну, они еще не получили статус примерных, но тем не менее они сейчас на экспертизе и претендуют на этот статус. Повторите, пожалуйста, где можно посмотреть. Вот, я еще раз говорю. Вроде бы все вопросы, это было про буквы. Ольга, я не очень поняла, про что вопрос. Возможно, он был, да, по ходу, и я упустила. Валя, в карте нет вольной игры, она наблюдается? Конечно же наблюдается. То есть, ну, для нас, ну, в нашей школе, я говорю, для нас и лично для меня, игра занимает очень серьезное место. Я бы так сказала, минуту сейчас этому уделю, что если в времена Монтессори, вопрос сдации детей, да, то есть из каких-то совместных игр, мне кажется, остро не стоял вообще, да, то есть дети много были предоставлены себе, друг другу в плане возможностей, да. Да, да даже в наш, по крайней мере, в моем, мне там 40 с небольшим, это еще дворовое, дворовое общение, оно было. Сейчас, ну, я думаю, что вы, коллеги, со мной согласитесь, что много ребятишек, которые одни растут в семье, да, или там, ну, двое детей, и не больше, это не многодетные семьи. И часто родители их развозят на машинах с одного занятия на другое, не более того. И, конечно, у детей сейчас острый дефицит именно в совместных играх, поэтому в моем расписании есть такое время, есть специальное пространство для того, чтобы эти игры, они, эти вольные игры, они были. Не о вольных играх писала сама Монтессори, она тоже выделяла для этого специальное время. И, надеюсь, пространство, да, тоже у нее было какое-то для этого. Вот, поэтому я всегда родителям говорю, как детки взаимодействуют в игре. Рассказываю про это. Какое пространство для игр, какое оно? Ну, смотрите, сейчас у нас уже 34 минуты, да, у меня 4 минуты уже перебор, поэтому что Лена сейчас скажет, может быть, это, может быть, следующая встреча или какой-то другой темой до разговора. Еще раз скажу, что вольные игры, они не включены в свободную работу, это отдельное время. То есть есть время для свободной работы детей с материалами, и есть время для вот той самой вольной игры, да, свободной игры. Хотя может быть и организованные игры со стороны взрослого. Ну, что имеется в виду, есть предложение, я просто детям говорю, тай-тай-налетай, кто в змейку играет, например, сегодня им сказала, и они тут же откликаются, им это очень нравится. Вот, спасибо большое. Я надеюсь, я вас не сильно включила в такую официальную, что ли, струю, потому что, на мой взгляд, мы в Монте-Сори педагогии долгое время были, ну, в каком-то внутренне своем сообществе, таком, можно сказать, скральном, да, а сейчас есть возможность действительно увидеть поддержку государства и как-то почувствовать, что федеральный стандарт – это не пугающий документ, а наоборот, удерживающий наши идеи. Большое спасибо вам за теплый отклик. Лена? Алло. Алло, Леночка? Не слышу нашего ведущего. Томск я очень люблю, но надеюсь, да, что удастся и в Томске побывать. Да, ведущего нет. Ну, ребята, приезжайте к нам, я, к сожалению, не вижу ваши города, вот увидела Томск, я очень люблю этот город. Приезжайте к нам в Питер, приезжайте к нам на конференцию, мы будем много говорить, да, нет звука, Лена, нет, нет твоего голоса. Спасибо из Екатеринбурга, тоже вам привет, в вашей земле, я очень люблю Екатеринбург, дружна с Оксанной Новой, ну и вообще с вашим сообществом, люблю бывать там. Приезжайте к нам в Питербург, и я надеюсь, что мы можем продолжить на конференции наше общение такое профессиональное. Очень мне хочется, чтобы наше сообщество действительно было признано в отрасли педагогической, потому что пока еще к нам такое настороженное отношение. Про конференцию, сейчас я здесь напишу, 31 октября-1 ноября, вот сплошные единицы, в РГПУ имени Герцена. Герцена, так, я на всякий случай даю вам телефон, это то, что я быстро вам сейчас здесь, 8-812, наш телефон, 294-49-56, или учебный центр, учебный центр Монте-Сори Школы Михайловой, напишу здесь сокращенно МШМ, тоже координаты, montessoryschool.ru наш сайт, пожалуйста, найдите нас, напишите или позвоните, что вы хотите попасть на конференцию, есть еще возможность зарегистрироваться. Будем очень рады. Да, Одинцову привет, очень ждем ваших ребятишек из Одинцова на совместный проект школьников. Спасибо за Архангелька. Здорово, здорово. Да, Лена пишет, что проблема со звуком, и всем спасибо, до новых встреч. Мы уже в нетерпении. Спасибо. Спасибо. Спасибо.